Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицин, и это восьмой новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Подписывайся на дайджест в группе ВКонтакте, чтобы не пропустить отборный контент, скопленный за неделю. Итак, Maxon в рамках 3D Motion Design Show представили грядущие изменения в Cinema 4D. Самым значительным является Project Neutron. Это нодовая система, которую завезут в следующий выпуск Cinema 4D, но только для предварительного просмотра. То есть это нодовая система за место слоев в Cinema 4D. Грубо говоря, наконец-то процедура, процедура и процедура. На прямой трансляции показали возможности и преимущества Neutron. Честно говоря, все это необходимо трогать самому. Обязательно поделимся своим мнением об этом, когда сможем потрогать. Также Maxon сообщили, что осуществят поддержку Python 3, внесут возможность импортировать и экспортировать в формат USD для дополнительной реальности. В твиттере тренер Cinema 4D Хасен Фратц описал систему как Goudini 4D. Затем отхватил грязных комментариев. До такой системы им еще явно далеко. Ну и не с нодовой системы начинается Goudini. А оптимизация, кэш и многое другое. Ждем обновления и новые инструменты. Вышел Sneak Peek ZBrush 2021, в котором продемонстрированы некоторые функции предстоящего обновления. Из новых инструментов будут реализованы кисти, имитирующие ткань с поддержкой динамики, а именно с соприкосновением объекта между собой, столкновениями и созданием различных складок, зажимов, углублений и изгибов. Также инструмент Real-Time Micropoli, который имитирует структуру переплетений ткани. Показали работу Fiber Mesh и Unwield All, которые используются с динамикой. Честно говоря не особо понял как это может примениться. Но возможно что-то интересное. Улучшили инструмент Z-Modeller для полигонального моделирования. Pixelogic отметили, что в целом скорость процесса скульптинга возросла. Да и производительность программы тоже. Поэтому будем ждать Z-Remesher и проецирование моделей, а друг на друга чуть поменьше. Nuke 12.2 вышел. Внесли поддержку файлов USD для дополненной реальности. Разработали систему SansReview для удаленной работы в команде, но пока в бета-тестировании. То есть теперь в режиме реального времени у группы пользователей появилась возможность одновременно просматривать и вносить изменения в видеоматериал. Мне кажется это мечта для многих. Представили новый MOV Reader & Writer с 64-битной поддержкой чтения и записи кодеков QuickTime. Подробнее по ссылочке в описании. Также в Foundry выпустили обновление для Moda о версии 14.1. Moda это набор инструментов для 3D моделирования, текстурирования и рендеринга. Добавили режим просмотра Host & X-Ray, который помогает видеть внутренности модели в полупрозрачном виде с сохранением всей структуры. Расширили поддержку текстур Viewport Vertex Map. В процессе рендеринга улучшили функции denoising для удаления шума с NVIDIA Optics. Все нововведения смотри по ссылочке в описании. Adobe выпустила Substance Pinder 2020.2. Все этого требовали и вот Substance реализовал процесс рисовки на UV Tiles. Теперь можно импортировать текстуры в виде последовательности изображений UDIM. И Substance Pinder автоматически организует их как набор текстур. Появилась возможность работать с частицами и генераторами на UV Tiles. Исправлено множество ошибок. Ну и подробнее смотри в описании. Там представлена серия туториалов, которые легко введут тебя в обновленную программу. А также они лежат на YouTube канале Substance. Unity 2020.1 вышел. Обновили дизайн. Усовершенствовали интерфейс. Добавили новые иконки инструментов. Добавили несколько улучшений в импортер. Теперь можно войти в Prefab Mode и не выходя из основной сцены редактировать объект в соло. Стабилизировали рабочие процессы для программирования. Можно использовать камера стекинг для вывода нескольких камер и создание единого вывода, используя Universal Render Pipeline, когда необходимо что-то, что визуализируется вне основной камеры. Улучшена поддержка AR и VR. Добавили поддержку дисплея с HDR, чтобы использовать расширенные диапазоны цветов и яркости. Добавили разработку сцен для платформ Xbox и PlayStation, а также трассировка лучей в реальном времени, функции предварительного просмотра и многое другое. Ищи по ссылочке в описании. Отмечу, что в Twitter под релизом версии 2021 оставляют много недовольных комментариев и в основном это жалобы на мелкие ошибки и те же ожидания пользователей, которые не были оправданы. Это, например, многопользовательская система или отсутствие темного режима интерфейса. Если ты хочешь создавать видеоигры, то на Unity Learn представлен обучающий стрим, где ты получишь инструкцию от экспертов Unity по процессу создания игры, а также в свободном доступе имеются необходимые материалы. Поэтому начни отсюда. Интеграция болт в Unity завершены. Болт используют для разработки приложений, игр и интерактивных систем без написания кода. Болт 1 доступен для скачивания всеми пользователями Unity через Unity Asset Store. А вот Болт 2 будут ложить на... а в смысле будет уже полностью интегрирован в Unity. Пользователи, которые приобрели Болт после того, как Unity сделали объявление о приобретении, а именно 4 мая 2020 года, получат возмещение суммы их покупки. Ищи все по ссылочке. 7 августа 2020 года Autodesk выпустит 3DS Max Indy и Maya Indy. А то есть свою подписку по сниженной цене на программное обеспечение. Все это для зарабатывающих менее 100 тысяч долларов США в год. Эти версии уже были выпущены в некоторых странах, но теперь список расширяется. Получается, добавили еще в 26 странах Европы, Азии и Южной Америки. Ну и нас касается, конечно. Точная цена варьируется от страны к стране, но в настоящее время она составляет около 250 долларов в год. Было бы здорово, если бы другие компании взяли пример с этого щедрого предложения, и тогда и лояльность потребителя поднимется, и это будет уже более чем доступно. Character Creator обновился до версии 3.3. Доступна новая база персонажей CC3+, в которой улучшили топологию модели, детализировали губы, нос и руки, оптимизировали UV и движение тела, также проработали скелет мышцы и суставы для реалистичной анимации. И для более реалистичного взгляда добавили линию слезы и поддержку окклюзии глаза. Ну то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках. Включили основные функции SkinGen, это инструменты, которые упрощают создание кожи и макияжа для персонажей разного возраста, а также пола и этнической принадлежности. Более подробно о SkinGen все по ссылке в описании. Также Reallusion выпустили iClone версии 7.8. Создали новую категорию материалов, шейдеры SSS, которые доступны для создания кожи, реквизита, аксессуаров, волос и прочего. Улучшили настройку позирования персонажа, а вот справа, со смещением позы. Повысили анимацию жестов рук. Все суставы пальцев могут быть приведены в движение. Оптимизировали рендеринг микро-шероховатости кожи. Исправили многие ошибки. Ну и все остальные фишки ищи по ссылочке в описании. Недавно Blender допустил ошибку в нумерации обновлений. У многих пользователей высвечивалась версия 2.91 Альфа при загрузке программы. Учитывая, что версия 2.90 только на стадии разработки. В своем твиттере Blender просит сообщать об ошибках для оптимизации их софта. Ну и скажем, что по предварительным данным релиз версии 2.90 выйдет в конце августа этого года. Разработчики хотели внедрить нодовую систему для частиц, но к полному выпуску, скорее всего, они не будут готовы. А вот версия 2.91 будет представлена только в ноябре 2020 года. С 22 июля Blender 2.91 находится на стадии Альфа, то есть внесения новых функций и изменений. NVIDIA просит о помощи. Их система RTX Broadcast Engine требует оптимизации RTX Green Screen, то есть удаления фона в режиме реального времени с помощью AI. И для этого они предлагают заснять 15 секунд видео себя и отдельно с заднего фона. И, конечно же, оставить отзыв. Broadcast Engine на основе искусственного интеллекта улучшает прямые трансляции, игровой процесс, веб-конференции и многое другое. Если хочешь быть частью всего этого, переходи по ссылочке в описании. House Group Foundry и Redshift добавляют ускорение NVIDIA RTX к последним выпускам своих продуктов, что обеспечивает более быстрый рендеринг, трассировку лучей и повышает производительность. Мода 14.1 и NUC 12.2 поддерживает NVIDIA Optics 7.1. Redshift 3.0 анонсировали с ускорением трассировки лучей Optics 7 и NVLink для геометрии и текстур. Поэтому теперь через Redshift визуализировать сцены стало намного быстрее. И это видно уже сейчас. И еще на сайте NVIDIA указано, что все зарегистрированные участники 3D Motion и Design Show автоматически получают возможность выиграть графический процессор NVIDIA Quadro RTX. Спасибо, друзья, за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, это очень сильно двигает канал вперед. А мы лайкнем в ответ. Не забывайте про дайджест, смотрите новые ролики уже в среду и до новых встреч.